Детские сады, ясли сады, детские дома. Все имеют дюнс номера. Это ужас. Отсидеться на диване не получится. Будете отсиживаться, заберут. Мы суверены. По нашему волеизъявлению происходит все в этом мире. Осознайте это. А если вы называете ее пяткой в грудь, я гражданин Российской Федерации, да вы что? Да я вам сейчас паспорт покажу. А ну недееспособный, давай пошел. Они накажут себя сами. Вот эти. Депортируемые. Не, я все понимаю, но ты мне одно скажи. Где ты такую траву берешь? Что вы курите там у себя в лаборатории? Ну да. Ребята, ваш вопрос отобран. Не переживайте. Ответим. Идиот. Аудит. До 26-го года. Никаких глобальных войн. Суверен. Данных территорий сказал все. Хватит издеваться над народом. Суверен с полными правами. Это значит верноподданный. Почему князь? Почему епископ церкви? Вот именно суверены будут судить всех вот этих жулибов. Вы же все по телевизору видели. Нету королей больше. Он сразу получает суверенное удостоверение. Все. Все безоплатно. Все включено. Он вам дал три подсказки. Эмоциями делу не поможешь. Ваши воли изъявления, как человека с гражданством СССР, добровольно, без сопротивления покинули свою территорию. Выселять будут тех. И гражданство стоит Российской Федерации. То есть черная метка стоит у каждого. Коробки говорить не имеют права. Ждет полное ущемление о правах. Потому что нужно заявлять. А куда их будут депортировать? Останетесь один на один с машиной карательной. Все монархи Европы сложили с себя титулы. Это сработало на планетарном уровне. А если вы шли за деньгами, то, извините, ваш поезд ушел. И ваш парус уже упал. Откройте активы. Не надо плеваться в монитор. Ребята, очнитесь. Куда вы идете? Нюрнберг-2. И вот поэтому, чтобы он это не сказал, ему быстренько выключили сердце. Насчет Аляски. Как же так? Продались за бесценок. И у товарища подломились коленки. Что мы такого сказали? Они же сразу полезли в ГИС. И в ГИСе увидели определенные вещи. Титул не погоняло, не кликуха, а титул. Мы это все испытали, прошли, действуя в интересах советского народа. Точка. Все. Жестко. Время настало. Почему в СССР народ ничего этого не знал? Почему там его не просвещали? Ведь тогда никакого переворота бы не случилось. Но и в СССР верхушку устраивало, что народ ничего не знает. Ходит на выборы и отдает свой голос тем, кто его и предал в итоге. Что же эти СВПО не просвещали народ в СССР, а только сейчас, когда жареным запахло? Ну, для начала, народ, сведущий, те, кто был, как говорится, для этого уполномочен, есть такое понятие, допуск в гостайне. Это вся высшая партшкола, а их было немалое количество на территории Советского Союза, поэтому выпускники высших партшкол, они все об этом знали. Весь вопрос, каким образом московскому партаппарату удалось вот это дело все предпринять, прокрутить и использовать вот эту информацию. Дальше, в 1974 году СВПО перед паспортизацией, оно ответило на эти мероприятия, оно поняло, что идет уже склон к развалу, поэтому максимальную подушку сорганизовали для того, чтобы народу было мягко, но народу тому, кто в этом понимает. Поэтому предъявлять СВПО то, что не говорили, это неправильно. Говорить о том, что не подготовлено, так тоже неправильно. С 1991 года на вас выделяются определенные суммы, с 2008 вообще идет бюджет одного гражданина в размере 32 миллионов. Поэтому знакомьтесь с документами и требуйте. Ваша воля священна. Так, 24 вопрос. Валентина Семенкина. Вот говорят, что военные Тараскин вместе с Путиным хотят создать СР-2. Поэтому люди не доверяют. Хватит один раз подвели. А потом, почему пусть на нашей земле этих товарищей? Уже сколько в Краснодарском крае эти товарищеские организации России, почему народа не спросили, кто это решение принял? Во-первых, нужно подразделять, опять же повторюсь, спецслужбы Российской Федерации создали себе управляемых кукол в виде СССР-2.0, в виде всех вот этих движений восстановителей СССР. Вот сейчас, после 4 июля, после заседания Госсовета, сейчас начали сливать, это вот самая свежая информация, сейчас начали сливать всех тех, кто создает МСУ. То есть, овощи с огорода пошли на реализацию. Поэтому, ребята, кто пишет гневные возгласы, что СФПО такие-то, такие-то, ребята, обратитесь к документам. Где вы зарегистрированы, в чем вы зарегистрированы, покопайте у своих хозяев и все такое прочее. Вот. А по поводу того, что кто кого пустил, я вам скажу, что территория Советского Союза открыта для всех граждан СССР. Неважно, какой они национальности, я вам говорил в первых встречах, что советских около 700 миллионов во всем мире, поэтому запрещать въезд на территорию советским гражданам возбраняется. Вот. Въезд свободный. Дальше, что касается определенной каких-то национальностей. Это вопрос относится к развитию межнациональной розни. Этот вопрос однозначно нами порицается. Вот. Если у вас какое-то недопонимание в этом вопросе, читайте, пожалуйста, Госакты. Госакт является основным правоустанавливающим документом для любого советского человека. Прочитайте статью номер 66 от августа месяца. Там все будет вам ясно и понятно. Прочитайте статью с первой по 132. Кто такие титульные нации? Это Госакт за январь месяц этого года. Все будет понятно и ясно. А эмоции и недостоверную информацию, тем более для разжигания межнительской или какой-то там розни, лучше в эфир не давать. Потому что эфир отслеживается, все это записывается и к вам могут прийти. Даже оттуда, откуда вы не подразумевали. Мне многие задают вопрос, почему я вот эти всякие слова запикиваю. А вот как раз поэтому и запикиваю, чтобы ко мне не пришли опять третий раз, двери не вынесли вместе с ОМОНом. Само собой. Потому что сейчас, как говорится, происходят определенные процессы, в результате которых определенные структуры и службы, созданные управляющей компанией, становятся ненужны. А чтобы показать свою нужность, они вытаскивают, выковыривают из носа какие-то там козявки и начинают их пришивать к какому-то телу. Поэтому будьте бдительны. Не допускайте это в своей работе. 24 вопрос. Светлана Абзаева спрашивает. Антон, посмотрите на ютубе, сломали ГИС, учеты и загремели под фанфарой. Это, по-моему, с вашего сайта, это статья с изменениями и исполнениями. И спросите у Тимура, что это и что сейчас делать по этому ролику. Получается, что их нет. Это срочно. К сожалению, не умею делать ссылки. Благодарю. Еще неделя. Я думаю, это очень долго. Чтобы сделать ролик, можно интервью в срочном порядке это сделать, потому что новости как снежный ком. Совершенно верно, Светлана. Вы верно заметили. Я вам скажу больше. Тем, что сломали ГИС, они не в ногу себе выстреляли, а в голову. Потому что государственная информационная система, даже с ее подтекстами, ФГИС, является опорным документом для ведения бухгалтерской отчетности по трастовым соглашениям. Поэтому вот эти документы, которые изъяли из ГИС, они сделали не только себе хуже, но и своим, как говорится, хозяевам. Потому что хозяева не могут теперь отследить. И теперь фактически они должны прийти к советским вместе со своими хозяевами и восстановить эту систему. Но я скажу, что системой ГИС СССР это никоим образом не коснулось. Поэтому можете не переживать. Ваши данные, вся ваша информация, информация о ваших родах, о вашем статусе, ну, в общем, вся информация государственной информационной системы касаемо ваших данных осталась в целостности и сохранности. Конечно же, об этом нужно говорить, об этом нужно говорить повсеместно. Тем более, вот вчера состоялся у нас такой диалог интересный. Ребята начинают оскорблять гаранта Конституции, там, выставлять его во всяких неприглядных образах. Так вот, я вам скажу, ребята, он вам дал три подсказки. Первая подсказка это 21 января, найдите, пожалуйста, указы и ФЗ. Вот. Вторая подсказка это 5 февраля и третья подсказка это 30 апреля. Так вот, ребята, не судите и судимы не будете. На действие или бездействие гаранта Конституции будет соответствующее решение, если на то потребуется военного трибунала. Читайте Госакт. Вам самим давать в эфир информацию, которую вы не понимаете или не отдаете себе отчета, эмоционально я предлагаю не стоит. Все дело в чем? Дело в том, что для взаимодействия с российской администрацией и с российскими структурами власти вам достаточно трех вот этих документов. И опять же, опираясь на государственный акт за июнь месяц. Вот и все. Остальное все эмоции, остальное все пустое. Также хочу предупредить товарищей, которые пишут в чатах, в комментариях, которые пишут на каналах, грубо говоря, в средствах массовой информации всякие пасквили в отношении действующих членов СВПО, в отношении меня, пытаются задрать. Ребята, поймите правильно, что ваше эмоциональное выступление, оно все зафиксировано. Это во-первых. Во-вторых, эмоциями делу не поможешь. В-третьих, я не собираюсь действовать согласно вот такого есть уложения Библии, которое подразумевает, что ударили по левой, а ты подставь правую. Ребята, это время кончилось. Новый закон для любого, как я считаю, русского, это ударили по левой, сними ему башку, чтобы не было желания ударить по правой. Поэтому на хамство будем отвечать жестким декларативным ответом. Следите за своей речью, следите за своими действиями. Такого больше не повторится. Поэтому прошу принять сведения. Ну, в этом плане я тебе тоже хочу сделать замечание, потому что вот сургутнадзор, разговоры, там вот у тебя какая-то с какой-то Таней, Таней, какой-то диалог состоялся интересный. Я вот сегодня с утра зашел, посмотрел, ну, она там нахамила, конечно, грубила, но и ты там это немножко понавешал ярлыков, поэтому я вас обоих из чата поудалял. Поэтому если можешь вернуться, озвучиваю, верну, но только с одним условием, чтобы подобное не повторилось. Поэтому я ей предложил молодой девушке, которая кое-чем не разбирается, поговорить, наверное, с ее отцом, потому что, наверное, ее родители воспитали так. На что она начала выпады всякие. Ну, не будем уже вдаваться в подробности. Ну, ладно-то она, ты так надоела терпеть и говорить. Знаешь, что, Антон, я тебе скажу следующую вещь. Они подразумевают так, что если человек суверен, если человек с полными правами, то в него можно плевать, кидать тухлыми яйцами, сметаной обливать его, и он ничего не сделает. Нет, ребята, я скажу, что это время закончилось. Если мы ставим на место администрации российских управленцев, то вас уж, поверьте мне, мы найдем средства, как поставить. Если вас родители не воспитали, или ваш род представлять именно то, что вы говорите. Жестко. Время настало. Дальше идем? Так точно. Так, тут у нас Татьяна Ожерельева спрашивает вопрос, как действовать если объявят эвакуацию? Там же присылают низший состав, который вообще не в курсе происходящего. Просто посылать их, так как я никуда лично не собираюсь. непонятно можно ли при этом всем будет оставаться в городе, так как город могут обесточить и магазины закрыть, воду отключить, как вы считаете? Ну, я бы хотел более широкий вопрос задать. То есть, что за эвакуация? Ну, понятно, что законы там изданы и все такое, по поводу ЧАЭС и тому подобное. У многих просто паника конкретная, что будет какая-то эвакуация. Можешь пояснить? Давайте начнем сначала. Вы законы, издаваемые Российской Федерацией, должны быть соответствующим образом оформлены, соответствующим образом приняты, соответствующим образом обнародованы, опубликованы. Вот, исходя из этого, проанализировав всю вот эту цепочку, чтобы вам, как говорится, не пудрить мозг, советские военные уже это все конкретизировали в государственном акте. И примерный алгоритм для действия граждан. Но, подчеркну, опять же, для граждан, которые себя считают гражданами СССР, алгоритм там прописан, он заключается в следующем. Ваши воли изъявления, как человека с гражданством СССР, в любую администрацию с требованием прекращения вот этого мероприятия, этого достаточно для того, чтобы у вас было алиби на всевозможные выпады у желающих вас куда-то перевести. Второе, вот этот закон принимался с единственной изъявленной мечтой, чтобы русские добровольно, без сопротивления покинули свою территорию. Я вам скажу, ребята, этот номер не прошел. Уже заявлено в определенной инстанции, в определенные международные организации о противозаконности данного решения, о военном преступлении на данной территории для тех, кто захочет последовать этому закону. Ну и опять же, переносимся к каждому, лично к каждому. Отсидеться на диване не получится. Будете отсиживаться, заберут. Дальше, в первой встрече, Антон, мы с тобой говорили о том, что было в 2018 году, когда сюда вошли китайские части, китайские штыки, и что они делали? Вот давайте экскурс в историю опять вернемся. Что они делали? Они заходили также в дома и спрашивали, гражданин какой страны? Если говорили царской империи или русской империи, или царские верноподданные, то таких, конечно, выселяли. Поэтому здесь тот же самый ценз и реммаркер. Ребята, выселять будут тех, кто не считает себя гражданином Советского Союза. Те, кто считает себя гражданами Российской Федерации по своему скудаумию будут выселены. Хотелось бы, конечно, чтобы вот этого мероприятия не произошло. Однако на это мероприятие выделены деньги, на это мероприятие выделены средства помимо денег. Проводится определенного рода учения. Достаточно увидеть Сочи, достаточно увидеть Артек. Север нашей страны проходит это все. Поэтому пугалка все ближе и ближе. К чему? К вашему волеизъявлению. Не осознайте, что вы советские граждане, не сделайте волеизъявления, образец которого имеется на канале просвещения. Ну, тогда, ребята, вертолетных казачьих войск у вас не будет. Воевать будет некому. Останетесь один на один с машиной карательной. Нужно вам это? Вам просто нужно написать и волеизъявиться, и все. Ближайшую администрацию или гаранту. Там есть алгоритм. Поэтому действуйте. В словах это недостаточно будет, да? Получается, нужно пройти вот эту минимальную процедуру, написать выразъявление, там, офедевит, уведомить администрацию, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Работает на раз. Потому что есть такая организация, Department Regist, это США. Вот она фиксирует все вот эти высказывания человека. Потому что условием пребывания управляющей компании на территории Советского Союза было такое, что все граждане СССР будут как сыр в масле кататься. Но не прошло, как говорится, и трех лет, как был расстрелян Верховный Совет и понеслась. Поэтому, ребят, возвращаемся туда, откуда вышли, к своим истокам. Так, это Франция, кажется. 26 вопрос, Алла Де. Имело место общение. Знакомо, да? Да, женщина обиделась, что на ее вопрос не ответили. Я говорю, послушайте, Алла, мы еще не отвечали на эти вопросы, мы их только сконсолидировали. Ваш вопрос отобран, не переживайте, ответим. Вот хотелось бы его услышать. Зачитываю? Так точно. Здравия, первое, поясните, кто из подписывающих госакта и прочие документы имеет на это право и на основании каких документов, имея в виду Корякина и Шибкова, судя по событиям, которые освещались ранее, между большевистской платформой и меньшевистской произошел разлад. Мягко говоря, с исключением. Шибкова. Ну, давайте на первый вопрос отвечу. Так, кто уполномочен подписывать, это решает Центральный комитет партии. Это раз. В данный момент уполномочен Юрий Алексеевич Шибков. Во-вторых, никаких событий не происходило, никаких междоусобиц и неурядиц в СК не происходило. Вот. Просто произошло разделение баланса. Это определенные сроки наступили по 1922 году, когда балансы меньшевистской платформы и большевистской должны были быть разграничены. потому что вы прекрасно знаете, что идет мировой аудит, сверка. Поэтому здесь никаких разногласий, здесь мотивировочные идут процессы. Вот. Владимир Степанович остался как балансодержатель меньшевистской платформы, Юрий Алексеевич большевистый. Большевистская платформа продолжила публиковать государственные акты, меньшевистская платформа готовится к аудиту. Нормальные процессы. Второе вопрос. В чьих интересах действует ЦК КПСС, если в его документах указано, что все они выпущены в пользование некоторых организаций? Общий такой-то рабочий союз в Литве, Польше и в России, такая-то социал-демократическая рабочая партия, рабочие СИОНы и союз борьбы. Как видно, они предоставляют интересы людей определенной национальности. подданных, возможно, судя по объявлению в ролике. Вот такой вопрос. Ну, для этого нужно открыть историю КПСС, посмотреть составные части платформы большевиков и платформы меньшевиков. Платформа меньшевиков создавалась именно из вышеперечисленных в первом пункте. Поэтому, чтобы забрать у них полномочия, далее распоряжаться активами, призвать их к аудиту вот с этой целью, с целью забрать, ключевое слово, с этой целью и выпускается государственный акт, а не в интересах. Это разные вещи. Вот постоянно идет, вот почему-то, начиная с Урала и Дальнего Востока, почему-то идет вот это непонимание, вот это грызня, постоянные плевки. Но в конце до концов, русские люди, вы можете почитать внимательно преамбулу под приказом советских военных властей. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, платформа большевиков, действуя в интересах советского народа, точка, все, разговор закрыт, ни в чьих интересах, ни направо, ни налево, разговор закрыт, действуя в интересах советского народа. Вы себе относите к советскому народу, значит, этот документ правоустанавливающий для вас. Не относите, пожалуйста, эмоции в корзину, мы их даже не рассматриваем. Дальше, чтобы изъять права требования, призвать к аудиту, перечисляются вот эти организации, но не более того, потому что это все идет в интересах советского народа, и не надо выдирать из контекста, это нужно целиком осмысливать. Вот как вот читал некоторые комментарии, а вот он сказал, ребята, то, что я сказал, не вырывайте из контекста, потому что эта мысль, эта фраза, она работает вкупе. Если вы что-то вырвали, там получится ядреная бомбардировка, понимаете? На этом можно ловить любого. То есть тот, который вот это заявляет, сразу показывает о том, что он определенной наклонности и определенной психологической болезни или психической. Поэтому не выставляйте себя в непристойном виде, не надо вырывать из контекста, нужно осмысливать именно полную фразу в интересах советского народа, отнимая права у перечисленных организаций, призывая их к аудиту. Вот это читается так. По-иному это не читается. прошу принять. Так, дальше читаю. Продолжение вопроса. Также упомянуты специальные... Давай, давай, я зачитаю. Также упомянуты социальные, военно-политические... Специальные. А, специальные военно-политические органы СССР и коммунистический и социалистический интернационал. В интересах кого, какого народа пишутся эти бумаги. Ведь наш русский государство, образующий народ, верноподанные, судя по объяснению в ролике, там не упомянут. Благодарю. Ну, опять же скажу, что согласно документам с 91-го года, согласно договоренности с международными регуляторами, по трастовым соглашениям, по трастам, по заключениям ликвидационных балансов, нулевых балансов, все составлено в пользу советского человека. Советский человек подразумевает в себе несколько «я». Вот сегодня парень выставил, не знаю, к сожалению, его как зовут, он выставил шикарную роль «Суверенный, новый путь», там что-то такое. Ну вот. Так там четко и ясно рассказано, что у советского человека есть несколько имен. Это первое, суверен с полными правами, это значит «верноподданный», уже автоматически. Второе, это «и гражданин СССР, или с гражданством СССР». Это в зависимости от даты рождения, от дня рождения. Третье, это «живой человек», что очень важно, «живой человек» именно. А в-четвертых уже «князь», «епископ церкви», «соработник Ивана Грозного» и все такое, остальное прочее. Вот эти все титулы, это присуще только советскому человеку, больше никому. Или гражданину СССР, больше никому. Здесь разговора больше ни о ком не идет. Не важно, евреев он, чукча, не важно, молдаванин или узбек. Если он считает себя советским человеком, вот это правовое поле, вот это правовой купол распространяется на него. Дальше читаю. 27 вопрос Нурлан задает. Осветите вопрос о статусе «суверенный монарх». Как и где можно это применять, применить или на постоянной основе? Поможет этот статус взаимодействия с государством и советских актов? Так точно, совершенно верно. Январский госакт сделан специально для того, чтобы объяснить всю природу происхождения титула «советский человек». «советский гражданин», «гражданин СССР». Почему князь? Почему епископ церкви? Все дано с первой по 136 статье. Речи о монархии идти не может. Ни в коем случае. Речь идет о суверении. Если вы заметили, сейчас все монархии Европы, включая и Англию, и остальные монархии мира сложили с себя титулы. Они подчинились страстовым соглашениям между суверенным Советским Союзом и остальным миром. Понимаете? Это сработало на планетарном уровне. Титул советского человека, наследника победителей, наследника отцов и дедов, вернувшихся живыми с войны, работает везде и повсеместно. Если в ваших территориях или в ваших администрациях этого не понимают, то это всего лишь результат 30-летней промывки мозгов. Поэтому вам сейчас предстоит на местах, изучив этот вопрос, заниматься вот этим мероприятием во всех направлениях. Подключать всю молодежь, подключать стариков, бывших партийцев, бывших профсоюзников, которые бывшими не бывают. От слова совсем. Это не имеется в виду те, которые накалывали свои паспорта возле рижской телебашни, или те, которые рвали свои партийные билеты. А сейчас понимают, что это минимум 10 тонн золота. Вот так вот. Вы порвали свои активы, ребята. Могу поздравить. Товарищи неудавшиеся коммунисты, или коммунисты временщики. Так же касается товарищей из КПРФ, которые сейчас собираются проводить какие-то мероприятия, выбираться там куда-то в каких-то депутатствах. Ребята, ваша лавочка закрылась. От слова совсем. Геннадий Андреевич является даже не собственником и не распорядителем своего актива и своего терминала в Германии. Все. Права у него утрачены. Платить вам некому. Ради чего вы туда шли? Бороться? Так становитесь рядом с нами, с настоящими большевиками. Становитесь и боритесь. А если вы шли за деньгами, то, извините, ваш поезд ушел, и ваш парус уже упал. Вам осталось, может быть, вы доживете до выборов как организация, а может быть, вы и не переживете эти выборы как организация. Вас упразднят, потому что в управляющей компании вы как организация, которая зарегистрирована в Министерстве труда США, как ни странно, откройте активы и не надо плеваться в монитор. Я сейчас прям чувствую, аж ушами почувствовал, как сейчас начнется вот эта вся агрессия. Да что ты за коммунист, да как ты можешь это говорить? Да, я это заявляю смело. И вам предлагаю проверить то же самое. Сидя на диване, понажимав кнопочки, Министерство труда США, Дюнс номер, КПРФ, Российская Федерация. Все, пожалуйста. Учредители, все указано. Далевой капитал, долевые все вот эти мероприятия, все указано. Ребята, очнитесь, куда вы идете. Поэтому, уважаемый Нурлан, все в ваших руках. Если вы хотите жить действительно в цветущем будущем, в надежном, суверенном государстве, то свое будущее вы закладываете сейчас сами, как самостоятельный, суверенный гражданин Советского Союза. Прошу это учесть. Скажи, насколько мне известно, вот этот Дюнс номер, он почти каждой фирме присваивается. Вот мы смотрели, даже управляющая компания, ну якобы управляющая компания, ООО КДСЖР, которая якобы обслуживает наши дома, она тоже там зарегистрирована? Это что, это что, тоже иностранная? Совершенно верно. Совершенно верно. Мы даже проверяли на территории Украины, на территории Белоруссии, детские сады, ясли сады, детские дома. Все имеют Дюнс номера. Это ужас. Эта система проникла во все дыры. Ну, как ни странно, три года назад, когда мы спросили у директора Чуракова, у этой управляющей компании якобы, знает ли он о том, что они зарегистрированы за рубежом? Ну, он выкатил круглые глаза и удивился. Ну, судя по его, скажем так, признакам актерского мастерства, он был в курсе, я так понял. Антон, я больше скажу, вот сегодня тоже на встрече ребята предъявили потрясающие выписки из ЕГРЮ. Вот говорит, обратите внимание, до 1 июля выписки ЕГРЮ, вот это физлицо, которое создало управляющую компанию, пускай ЖКХ, неважно, там они несколько приводили, пускай директор школы, пускай директор еще какого-то дошкольного учреждения, они были указаны просто к обслугам физлица и все. А сейчас там появилась графа гражданства, и гражданство стоит Российской Федерации, то есть черная метка стоит у каждого. Надо вот проверить, мы еще, я вот пока даю эфир, полагаясь на тех товарищей, которые это дело проверили у нас, вот, поэтому вы тоже можете проверить по ЕГРЮ, там будет стоять гражданин Российской Федерации, что является грубейшим нарушением действующего законодательства, тем более применимого законодательства, согласно 116 ФЗ от 30 апреля, другого гражданства, кроме как гражданства СССР, ни у одного лица данной территории быть не может. Это сразу показатель того, что перед вами военный преступник. Сразу. Тем более выписка из ЕГРЮ это подтверждает. Для тех, кто соображает, это руководство к действию. Ясно, ясно. Так, 28 вопрос. Сергей Москалев. Какому королю, какой системой вы собираетесь заявлять себя? Значит, вы их признаете главными? Ну, уважаемый Сергей Москалев, к сожалению, вы не обладаете информацией, не читаете госакты, в которых указано четко и ясно. королева Елизавета, вот почему Виталий Чуркин был убит. Потому, что Виталий Чуркин хотел об этом рассказать перед королевой, перед выступлением королевы. Понимаете? И вот поэтому, чтобы он это не сказал, ему быстренько выключили сердце в фойе организации объединенных наций. Поэтому докладываю вам, никакому королю, которых не существует, включая все монархии мира, мы не докладываем. Мы суверены. По нашему волеизъявлению происходит все в этом мире. Осознайте это. И вот то, что сейчас собрался Нюрнберг-2, возле которого идет колоссальная шумиха, это все фельдкина грамота. Потому, что физлица, которые создали фирмы, и те физлица, которые недовольны своими рабскими условиями содержания, друг на друга капитану английского адмиралтейства подавать, ничего не имеют, никаких прав. Они коробки на складе или в трюмах разных судов. Коробки, говорить, не имеют права. Все, кто может что-то здесь сделать, это только суверены. Вот почему это важно. Только суверены могли в 45-м году созвать Нюрнбергский трибунал. И только суверены соберут его по итогам аудита. Мы рассчитываем в 24-м году. Но не ранее. Вот именно суверены будут судить всех вот этих жуликов. И вот почему важно вам просыпаться. А вы занимаетесь какими-то глупостями или эмоциональными тонкостями. Какому королю заявляться? Вы же все по телевизору видели. Нету королей больше. Есть только священная суверенная земля. Это Советский Союз. Больше ничего. Продолжаем. 29-й вопрос. Женские секреты благополучия. Вот интересно. 124 тысячи подписчиков женщин. Тимур сказал или отдайте территорию. А кто же им территорию передал? Не уж то Иван Грозный? Ну вот опять же видите вырвали из контекста. Вот почему я вверху и говорил ребята мысль нужно читать сначала и до конца. Если вас что-то не устраивает в моей фразе можете ее сравнить с госактом. Найдете хотя бы одно различие позвоните в личку. Совершенно верно. А вам кто передал территорию? Кто вам вашу дачу вашу квартиру кто передал? Мама с папой. А маме с папой кто? Дедушка с бабушкой. А дедушкой с бабушкой кто? Иван Грозный. Все это и есть русское царство. Это и есть право наследования. Если вы нигде не родились или прилетели с Марса то конечно у вас нет территории. Вы будете вырывать из контекста а вот он сказал это не я сказал это ваши предки сказали. А если они вам недороги конечно можете их послать вместе с Иваном Грозным. Он не обидится. Вас просто вычеркнут из списков подлежащих глани Господней. Вот и все. Вы останетесь без молитвы вы останетесь без божественного благословения и все. И будете жить как хотите и как можете. Отрекайтесь от предков никто не возбраняет. Насколько мне известно очень многие задавались вопросом то есть поднимали свое древо фамильное то есть искали предков очень далеко и намного дальше чем Иван Грозный. Это связано именно с этим? Так точно. Вот можете себе представить целый целый громадный объект был на это заряжен чтобы именно во-первых повелевание императора последнего императора управляющей компанией Россия Николая Второго последняя воля императора заключалась в том чтобы выкупить из всех других религий рабов Господа рабов Аллаха и всяких таких рабов представляете представляете насколько это было глубоко человек был последний представитель управляющей компании не важно как они правили мы сейчас не об этом но он вернул все в 903 году высочайший манифест 26 февраля он вернул все тем кто себя назовет верно подданным кто сохранит верность присяге народу представляете насколько это глубоко и ну вообще потрясающе и вот вот эта правопреемственность она вся фиксировалась неотложно скрупулезно дотошно до мелочей сохраняя текст сохраняя смысл это все шло это все истиралось это все пыталось засунуть какой-то буратиночный мост туда чтобы это раздвинуть поковыряться а когда поняли что этого не взять они решили действовать хитростью и вот они хитростью начали тусовать о мы тоже суверены мы тоже вот купили было у нас как говорится 560 тысяч а мы французской делегации на Нюрнберге дали там немножко на лапу и нас стало 5 миллионов вот просто нолик нарисовали вот но это все вылезло ложь как и шило мешки не утаишь все вылазит наружу невозможно взять ни с какой стороны ни русскую душу ни русское царство ни с какой невозможно с стороны подойти к русской территории богом хранимая земля другого не дано ничего не понял кто-то пытался присвоить себе статус суверена что ли тут желайся после того как была одержана победа над слугами сатаны в 45-м году тут столько желающих повесить себе ордена и вот на 9 мая тоже гранд конституции тоже говорил об этом что там еще появились кое-какие желающие которые прямо выше всех выше звезд не понимая одного что в 91-м году уже прописано право человека по рождению тем более суверенно тем более человека с полными правами тем более с гражданством СССР живого человека не отчуждаемо а зачем надо было писать про 9 мая зачем надо было эту показуху на кладбище устраивать информация для засирания мозга вот и все мне что-то не ясно допустим в 31-м году все решится нет в 26-м году здесь все закончится ни одной управляющей компанией здесь будут только советские культурные автономии по всему миру это мероприятие просуществует на нашей территории до 32-го года смотри если я хочу задать вопрос секунду 26 плюс 12 неправильно до 38-го года допустим это 38-го смотри я хочу задать вопрос со стороны большинства обывателей то есть допустим на собственном примере допустим до 38-го года до 39-го я вообще ничего делать не буду ни воль изъявления составляет ни афидевиты никого уведомляет то есть ничего делать не буду вообще ни одну бумажку не нарисую что произойдет ну в 26-м при получении документов будет сразу все расписано то есть тот кто боролся тот кто воль изъявлялся он сразу получает суверенное удостоверение все он приходит в магазин тыкает пальцем ему отдают все для него наступает коммунизм все безоплатно все включено то есть по всему миру он заказывает например определенную сумму в какой-то валюте он изъявил желание полететь на Фиджи ему бронируется самолет ему выделяется на это чековая книжка и все и он полетел вторая категория это те кто ну выглядывали из-под стола периодически это являются граждане они вроде бы переживали вроде бы думали но говорили что страшно нам надо деньги зарабатывать и детей кормить это будут граждане вот следующая попытка доказать что они наследники великого царства своих родов и какие-то там суверены у них будет только в 2099 году не раньше вот но они будут на 50% ущемлены своих правах вот там будет 50% за электроэнергию за отопление и все такое прочее и везде по 50% вот далее будут те ребята которые так и не вылезли из-под дивана да они себя считали вот там им подсовывают там под диван тарелочку и говорят на хотя бы покушай елки-палки что ж ты так боишься ой я боюсь даже вот премудрый пускари пускари вот эти ребята они будут полностью поражены в своих правах и получат документ пластиковая карточка физлицо но опять же они будут иметь возможность в 99 году вот это дело протестовать или их дети которые наедятся уже за 60 лет вот такого безобразия которое в качестве наследия оставили ихние предки в качестве родителей там или бабушек или дядей тети у них будет это возможность вернуться понимаете вот поэтому вот если сейчас говорить я ничего не буду делать это нужно прежде всего посмотреть на свои тысячелетние рода как они те которые зарабатывали всю свою жизнь договариваясь между собой всегда взаимодействия все решая кругом скопом миром как они вот те которые создали и вот сейчас я доплевать хотел понравится ли им это я думаю что нет и никому не понравится потому что каждый в душе должен понимать что он творец он созидатель он должен двигать этот свет локтями оттолкнувшись ногой от Урала как пел Высоцкий толкать свет потому что тьма существует до тех пор пока нету света как появился свет тьма уменьшается поэтому ребята вот те которые толкая те которые суверенны они с Богом они вот это вот тыкание пальцем в магазинах это только дополнительная опция а основное это то что вы находитесь под покровительством высших сил вы находитесь под покровительством родов у вас раскрыта душа у вас раскрепощено тело вы делаете что вашей душе угодно вы творцы так вот вот это положение и положение того который вот кусает локти говорит блин но ведь мог же вылезти из-под дивана мог же ведь сказали же просто напиши бумагу ну сказали ну просто ну вот открой глаза а вот я смотрел постоянно вот эти шоу и пивасик ну вот в чем дилемма ну допустим не сидел я под диваном и как говорится не работал на РФ и на госслужбы никогда не служил на нее что меня ждет ждет полное ущемление правах потому что нужно заявлять ну здесь будут работать комиссии которые будут комплексной комиссии вот смотри допустим нельзя сказать что ты сидел под диваном если ты ведешь блок нельзя сказать что ты сидел под диваном если у тебя целая стопка борьбы и документальной борьбы не просто бабушка надвое сказала или менту в морду дал а у тебя именно мотивировочные вопросы в энергосберегающей компании в ЖКХ в прокуратуру в суды это же показатель твоей борьбы почему же ты на себя наговариваешь Антон а я не наговариваю подожди я не говорил что у меня нету заслуг я говорил о другом что у меня нету как скажем косяков что я не служил на эрефию я не служил в армии я это на госслужбе не состоял погоны не носил ну то есть нету косяков как тебе сказать у народа ко мне претензий не должно быть по моему мнению не знаю может я ошибаюсь ну смотри вот еще есть вот такой вот ход называется за пять лет вот до 31 года мы должны народ вылечить дать образование ликвидировать безграмотность поставить как говорится на ноги обеспечить жильем отмыть отличить ну вот все такое прочее а уже после 31 года мы начнем спрашивать какое будет общество но спрашивать будут именно у тех которые что-то сделал для этого варианта они смогут собраться в круг и проголосовать понимаешь в чем дело поэтому говорить что это начнется в 26 сразу это неправильно потому что нужно после этой войны 30-летней хотя бы залезать ранок поднять промышленность наладить сельское хозяйство наладить нормальное питание без ГМО да мы сейчас как говорится они нам эти технологии притащили прямо на блюдечки но это же нужно воплотить это же нужно убрать все провода с городов заменить все трубы построить заводы фабрики начать производство показать людям что да вы нам нужны вы никакие не физлица а вы право голоса имеете вот отогреть людей от этой беды 30-летней а потом уже им задавать вопрос а что вы хотите ты такое будущее нарисовал причем ближайшие то есть ближайшие 5 лет что прям так и чешется язык спросить не я все понимаю но ты мне одно скажи где ты такую траву берешь что вы курите там у себя в лаборатории ну да ребята потому что ну звучит реально как сказка совершенно верно во первых я вам скажу что ни один из офицеров СВПО вот есть такое понимание как будто вступление в орден какой-то какая-то присяга там например это ну после моего общения с ними это ну я вижу с моей точки зрения что это люди святые потому что они такие мудрые мысли вот бывает душа прям переворачивается ну не знаешь пути выхода ну думаешь ну что это такое позвонил с двух фраз все стало на свои места вся мудрость мира сконцентрирована у них вот то что пишется в госактах это пишется ну на высоком международном дипломатическом уровне я уже не говорю про церковный язык я уже не говорю про сакральные вещи которые происходят после прочтения этого госакта вот поэтому я говорю именно о той категории людей которые ну может быть это не люди может быть это действительно ангелы света или души тех воинов которые для нас отстояли эту свободу может быть это они но то что говорили нам вот на вот этих вот лекциях или на обучении или на получении каких-то там инструкций нам говорили боги понимаете простой человек настолько не может быть пропитанный вот этим он настолько ну верит в это что я вот это передаю вам я тебе скажу что может любой человек может достичь такого уровня и я тебе даже могу сказать что в какой-то мере я видел таких людей и разговаривал с ними они просто постоянно находятся в таком состоянии что у них это постоянно поток свыше открыт и они ну как тебе сказать они говорят меня здесь нет я вон там в сторонке сижу а ты напрямую общаешься через меня да вот так они говорят вот есть человек 119 лет он вроде бы казак ну подходишь казак и казак но когда тебе говорят что ему 119 лет вот такого же видел генерал-майор медслужбы начальник биоэнергетической охраны ельцин ну когда сказал что ему 78 лет я говорю да вы че какие 78 вам может быть полтоса еще нету ни морщинки ни сидинки подтянуты у него гармония его ничем не сбить никакой эмоции настолько мощный к нему подойти вот с 3-5 метров уже вот чувствуется если то ли опасность то ли что-то это сверх люди вот такие вот люди у нас вот в этом комитете поэтому вот сейчас я почему и хотел вот эти вот цитаты процитировать ну потрясающие в общем вещи человек ну если вот грубо говорить человек делится тем чего у него много поэтому эти люди делятся вот именно вот этим божественным светом ну не могу процитировать проблемы с компьютером ладно оставим на потом потом уже эту фразу может быть как-нибудь Антона попрошу вставить ну в общем суть тоже человек делится тем чем он богат внутри вот в чем смысл ясен так сейчас подожди а эти люди именно богаты светом поэтому ну как тебе сказать не столько светом свет это не их свет он через них идет этот свет а они богаты они богаты именно тем как тебе сказать именно тем что они находятся в точке равновесия не как говорится не не зла не добра вот как какое-то нейтральное такое состояние состояние равновесия баланс именно эта точка баланса и равновесия позволяет пропускать через себя максимум поток света да можно так объяснить ну когда они работают перед тобой когда они показывают например высший пилотаж по бесконтактному бою или что-то такие вот фокусы какие-то там ну это это вообще это это сверхъестественно про эту траву давай отдельно поговорим да давай про эту траву периоды сбора и все такое да 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 отдельно это у нас будет фито общение так ну и на 30 вопрос я не вижу смысла отвечать да мы уже ответили кого будут депортировать в 2025 году да граждан Российской Федерации а куда их будут депортировать товарищи китайские последователи третьего интернационала прошу не путать опять же это коммунисты ну это третий интернационал это троскист это европейский интернационал вот именно Майшевистская платформа дали в долг управляющий компанией Российская Федерация который платить нечем поэтому зная об этом мероприятии они построили в пустыне Гоби вот эти миллионные города мертвые города там все коммуникации все нормально и в качестве трофейного имущества вот эти ребята пойдут под снос поэтому все просто но благодаря действию опять советских оттянули до 25 потому что депортация должна была начаться в 22 они очень торопятся так что если вот такую ремарочку ставить на 30 вопрос то вот пожалуйста это все в госактах все прописанное управляющей компанией Российской Федерации все ответы исторические справки свидетельства очевидцев все прописанное в госактах изучайте это очень глубокий документ подожди я что не понимаю а зачем китайцев ну примерно 100 миллионов человек ну как зачем ну вот он говорит что этот человек застрахован в международной системе с его металлического родового счета за миллион советских рублей золотом три девятки пробой вот он отдать же не может правильно а он должен потому что он доверился Российской Федерации Российская Федерация должна отдать чем отдать вот рабом все пошла система рабы поехали а рабы живут трудятся хотят пиво пьют хотят на голове ходят а трудятся что трудятся их неродовой сертификат вот то что рода заработали на него вот это вот китайцы прокручивают вот и все так что если вы называетесь советским то эта система останавливается мгновенно а если вы называете пяткой в грудь я гражданин Российской Федерации да вы что да я вам сейчас паспорт покажу а ну не дееспособный давай пошел они накажут себя сами вот эти депортируемые за свое неверие за свою бездарность за свою глупость гордыню высоко подожди я тебе хочу сказать что 90% из тех кто бьет себя в груб сейчас что они граждане Российской Федерации они же тоже мотают на ус они в определенный момент быстро очень быстро переобуются прям мгновенно скажут я чуть ли не инопланетянин там зеленый это ну я шучу конечно но они все в курсе они все мотают на ус хоть и смеются все но в глазах то я вижу что они прекрасно сознают это все и они просто переобуются и получается депортировать то некого будет не Антон я тебе на это скажу исходя из своего опыта как мы выходили из статусов из лица мы выходили браток полтора года потому что по алгоритму вышел с одного реестра так переходишь в другой вышел из того реестра переходишь в третий вышел из четвертого из пятого из десятого и только хоп у тебя открылось окно возможностей в девятнадцатом году всего лишь месяц вернуться в реестры советского союза и мы впрыгнули в это дело все и тогда лавочка закрылась а теперь ребята мы для вас оставили окно возможностей но вам все равно придется пройти эту цепочку юридически значимых действий для граждан СССР получить определенные документы у суверенов но это процесс растянутый во времени нельзя это включить как пульт от телевизора и сразу изображение появилось нет не получится а что будет если не успею или не захочу будут проблемы на этапе до этапа начнется подготовка начнется блокировка кто его знает что у сатанистов на уме мы то все сделали для того чтобы предостеречь граждан СССР от этого мероприятия все абсолютно все и делаем все и будем делать все под угрозой любых напастей гадости вплоть до колдовства делаем делаем просто делаем но нас никто не слышит и не хочет слушать ну почему ролики с твоим участием очень популярны народ просто требует срочного продолжения да Антон это я вот хочу выразить благодарность низкий поклон я вот когда увидел вы знаете иногда у меня как у простого человека возникает это чувство когда вот видишь всю эту гадость на дорогах в администрациях мы же ходим как эти как партизаны раз и вдруг раз запишите нас на запись а кто такие откуда а что это вот потом приходишь вечером вот так садишься за стол наливаешь кружку чая и думаешь да ради кого ты это делаешь да нужно оно тебе это и вот когда видишь под роликом 425 пальцев вверх и всего лишь 13 пальцев вниз то думаешь не все потеряно все таки наш народ высоко духовный все таки он слышит Бога в первую очередь а потом уже меня я просто корректирую просто навожу на мысль говорю ребята вот он вектор вот он надежный вот она точка отсчета наши рода следуйте благодарю вас за это низкий вам поклон идем дальше вопрос Светлана Абзаева спросите про метрики почему выдавались красные зеленые просто бумажные ну это долгий вопрос ребята опять же госакт за январь месяц там все зависит от дня рождения от года рождения в общем там все расписано подробно не буду вдаваться сейчас вот в эти тонкости в двух словах не объяснишь все в госакте ну а примерный примерный этот примерный там идет период рождения в сталинскую эпоху период рождения в эпоху царя иудейского период трастовых соглашений после смерти Сталина перед вашингтонскими соглашениями траста новый мировой порядок там это так все взаимосвязано в кучу что это нужно сидеть именно с карандашом подробно разбираться там до 68 после 74 после 91 до 99 там после 2005 после 98 года вот там все там про алые паруса как они гасили титулы наших детей почему у наших детей желтые свидетельства о рождении почему у нас зеленые почему были красные у наших родителей там все расписано кому что как это очень глубокий вопрос да придется читать обязательно не пожалеете для самосознания вот для того чтобы понять какую громаднейшую роль сыграли наши рода наши предки в нашей жизни осознать это хотя бы почувствовать твердую почву под ногами осознать что с нами произошло за эти 70 лет где было плохо где было хорошо разобраться в этом это того стоит поверьте 32 вопрос мир земля в ролике прозвучала такая фраза это девчоночка поплатила своей жизнью кем была эта девчоночка вопрос ну кем была эта девчоночка это есть опять же повторюсь это есть структуры которые до сих пор секретны до сих пор даже после их смерти будет надгробие какого-то Ивана Васильевича на самом деле там лежит Павел Николаевич поэтому та информация которую я дал на этом на этом ограничимся может быть лет через 70 снимут гриф секретности с этой операции и вы узнаете все и так наверное много выдали информации то что девушка была так да 33 вопрос Эльвира Дмитриева спрашивает возник вопрос почему завещание гравита не исполняется ну это очень хороший вопрос но он поставлен неправильно оно исполняется еще как исполняется потому что великий великий замысел наместника темных сил самого главного от темных сил на земле заключался вот я вам сейчас открою маленькую тайну заключался в том что все и те которые служили ему должны были последовав приказу покончить собой и отправиться к нему на суд он их заряжает неимоверной силой и они возвращаются воплощаясь в теле сюда на физику в наше измерение и довершают то на что не могут решиться вот эти все темные силы против нас понимаете вот в чем заключался замысел можно сказать он мне это сказал но к сожалению тщедушные вот эти служаки они привыкли кушать здесь они не верят ни в реинкарнацию ни в сверхъестественные силы ни организма ни души они в это не верят поэтому они боятся а те кто решился вышел из окон те кто повесился или что-то с ним произошло ну это не то количество которое может представлять себя войско вот и все так что все исполняется все действует и все работает и эти 12 конвертов тоже работают но нам это нельзя знать потому что это может во-первых повлиять на нашу психику во-вторых на нашу физику может повлиять как называется прилететь неизвестно откуда поэтому об этом лучше умолчать но я вас хочу уверить что это исполняется 34 вопрос Николай Сварогов где записаться в вашу нашу армию чтобы оказать посильную помощь пока еще в полном здравии при памяти и с предметами защиты на ты ну я вам скажу что наша армия это сила света нету нашего полевого гарнизона нету определенной огороженной какой-то территории в которой мы раз-два 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 обучаемся вот это я так утрирую извините конечно но я вам скажу следующее вот когда например давайте представим себя космонавтом на международной космической станции мир и вот мы летим над темной стороной планеты и видим что там 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 загорелся свет вот так же и создатель смотрит как прибывает его армия вот когда у вас в душе загорелся свет вы заявляете о своей воле и вы уже подключаетесь с помощью своих родов к создателю вы получаете и здравие и память и предметы защиты и становитесь ними на ты вот только тогда вы становитесь очередной крепостью вот так можно вступить в нашу армию по другому никак прекрасно понимаю о чем ты говоришь у меня такое как говорится подсоединение произошло три года назад когда я осознал что творится в мире вообще да а почему три года назад мы с тобой прошлый раз говорили я даже дату точно помню 14 мая 2018 года а мне 2 декабря 2018 так шторкнуло что слезы градом потекли идем идем не стоим раз два идем идем не стоим на месте так точно и только вперед и только вместе так 35 вопрос сэр кот а что автор скажет насчет Аляски как же так продали за бесценок ну вот смотрите давайте представим опять образно такую же ситуацию вот между мной и соседом забор я через этот забор заглянул и увидел у него там такой красивый топор лежит ну вот прям вот бы захотелось бы мне такой топор вот и я другому соседу рассказываю ты знаешь ты знаешь какой у меня топор есть и вот начиная рассказывать он весь такой расписной весь в этом в тиснении в чернении но сосед то не знает что это не мой топор а это топор другого соседа так же и здесь происходит всему миру показали что продали все за 2 доллара лично видел все отлично все нормально так представляете что опять же вернемся к термину советский человек права человека не отчуждаемы с его рождения так же и здесь территорию русского царства невозможно кому-то передать продать обменять заложить это все аферистические выходки мы назначаем управленцев на этих территориях потому что у нас их столько много что мы не можем наших граждан советского союза отправить туда чтобы они управляли этими территориями поэтому местных жителей привлекаем к этому мероприятию это называется траст вот мы договариваемся что за 50 лет вы поднимите благосостояние местного населения а 4% вернете нам в казну договор да конечно договор все проходит 50 лет ну вы понимаете у нас тут форс-мажор тут народ вымер мы его даже не смогли как говорится облагородить а давайте мы вам войну объявим а войну еще чтобы вы между собой передрались а про нас забыли вот 1815 году была разработана вот такая методика как наступает 100 летний трастовый срок по выплатам по задолженностям у нас на территории нашего русского царства происходит война как наступает 50 летний срок у нас происходит война а у них форс-мажор они не могут ни балансы сдать ничего вот поэтому сейчас методом неимоверных усилий определенных лиц по всему миру достигнуто соглашение что до 26 года никаких глобальных войн никаких бомбардировок конечно если кому-то что-то там не захочется и того тоже остановят до 26 года идет аудит по всему миру почему потому что ребята отдайте русским они начинают считать а кого отдавать ничего нету все прожрали заводы не построили фабрик нету все в частных руках все один жрет сто хромают голодные вот и все поэтому суверен данных территорий сказал все хватит издеваться над народом над народом Испании Германии Франции Африки Соединенных Штатов Бразилии хватит 26 год все шабаш все что забрали у советских все что перетырили по карманам все на стол нету заплатить нечем подгоните планету другую планету подгоните туда переселяетесь вон Илон Маск скачет на батуте что он скачет то и скачет я улечу на Марс и будет все хорошо да не он улетит а вот эти ребята которые должны они хотят улететь на Марс для того чтобы здесь не платить ребята мы в дальний космос сходим и ходили и будем ходить пока вы изобретаете у нас это все уже есть на трубах летают не сведущие не ведущие мы на трубах не летаем на топливных баках мы не летаем русские летают на других аппаратах Антон да я уже думал я тебя убаюкал не я просто думаю ну как бы предвижу комментарии понятно что это курить трубку бабушка моя напоминает песню опять же вопрос о траве возникает для некоторых поднимут вибрации Антон потом себя будут в зеркало так ругать что не слушали не будут ругать у них просто не хватит на этой эмоции потому что будет такое удивление что так читаем дальше наша основная задача Антон вот секундочку наша основная задача вернуть человека в нормальный природный разум а это предполагает что это предполагает человек должен мечтать вот и все вот когда он начинает мечтать вот наша русская особенная заключается в чем мы об этом помечтали создали мысли форму и сразу рода и боги начинают шевелиться создавать такую ситуацию тут глядишь хоп и появилось есть такое да конечно есть используя вот этот принцип в 90-х годах они начали нам показывать бандитские петербурги разборки под фонарями пьяные бутылки драки секс разврат и все такое прочее почему потому что мы глядя в этот телевизор мы формировали вокруг себя данную реальность вот и все а сейчас вот этим выступлением мы показываем ребята это все существует но только начинайте мечтать поставьте себе задачу на день на 10 на 100 лет вперед у меня будет вот это я сделаю вот это я соседу помогу в этом я родственнику помогу в этом мы добудем мы добудем это сделаем это а у нас же как все думают вот хотя бы бабки 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 да не бабки главное вот был человек не стало человека что осталось бабки нет осталось продукт его труда в этом его душа вот это прекрасно мечтать 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 обязательно создавать мысли формы я давно заметил что ты наверное все видел что по телевизору только сплошной негатив сплошные убийства там что-то пистолеты какие-то криминал иной раз по полчаса тыкаешь эту кнопку чтобы найти хоть что-то хорошее это я к чему говорю что каждый волен проявлять свою волю в ту или иную сторону но почему-то большинство ленятся и выбирают именно то что показывают на первой второй и третьей кнопки и дальше пятый не гуляет да мультики включи мультики смотришь волосы дыбом стоят и щелки-палки это детям заряжают такую программу это же ужас это же разрушение духовное а почему детям почему детям потому что дети буквально недавно были едины с творцом и у них намного больше возможностей воли и вот этой способности проецировать реальность не зря же пословица есть истинно глаголит устами блонденца да есть хороший ролик не знаю не помню точнее автора мне вот товарищи из Казахстана подогнали его когда-то называется Брестская крепость ох там он потрясающий все вот это вот в образах он потрясающий как наших детей разлагали как нас разлагали вот как вот это все проникало вот как помню свое детство на мост вот этот Горьковский мост в Москве вернее Паргорьково мост по дороге в Паргорьково и вот эти вот цыгане которые продают жвачки купи-купи вот этот в Лиге Сперминт вот этот вот рубль рубль все это вот запад все Америка давай купи-купи-купи да пошли вон отсюда все гоняли а ведь кто-то покупал и кому-то такой безмятежный вкус сразу и все такое на западе прекрасное а у нас синие куры и все вот на этом на этом подламливали подламливали крысились на этих милицейские патрули на работников КГБ которые гоняли изымали это все вот эта всю чушь грязь вот с чем боролись с проникновением а вот теперь мы это имеем в каждом магазине ну только съешь эту ядовитую таблеточку и все и ты умер для создателя навсегда я тебе раз-два я тебе больше скажу мне один зрячий рассказывал говорит у него когда это открылось видение он зашел в магазин и ему от каждого вот он начал смотреть вокруг и ему от каждого предмета начало это прямо говорит в голову и вот эти образы идут и такие вот ну он рассказывает своими словами идет вот от майонеза слово изжога там от какой-то там консервы идет рак другой там какие-то болезни короче он даже знать их не знает а ему вот это идет он ничего не посмотрит оттуда вот болезни идут заряжено да изжога там голова болит там нога отнимется и вот это все ему идет идет и у него такие глаза просто на лоб выторщились он просто повернулся и вышел оттуда да вот я только хотел сказать он наверное в панике оттуда ломанулся не то что вышел люди подумали что это у него грыжи появлял а тут конечно когда человек через голос сердца через разум через родничок свой пропускает а тут люди задают вопросы ребята если вы узнаете информацию у вас может действительно выбежать с магазина ну это как минимум могут вообще белые халаты вызвать или второй вариант а ну-ка где мои эти самые там запылились уже давно я не чистил достает свой паркер достает лист бумаги и пишет в воле изъявления 36 вопрос лиза 0077 задает что делать нам русским из СНГ совсем мало информации но я расширю этот вопрос что делать русским который находится ну скажем так позаусловным рубежом ну вот смотрите не буду я рассказывать про тактику и стратегию что было разработано мной лично моей супругой моей семьей было это на своей шкуре испытано но это было полгода назад после 1 июня ситуация изменилась волей изъявляйтесь и все у вас получится алгоритмы точно такие же как и у вас так и у нас нету у вас нету у нас нету нигде разделения границ не существует границы только мы сами себе создаем поэтому все алгоритмы на канале просвещения и для вас в том числе но ваша сила в вашем прозрении будет прозрение обретете силу вы почувствуете это что перед вами никаких препятствий с вами создатель и вам будет наплевать кто против вас Зорин задает вопрос русское право что это и был еще один вопрос я сюда не включил где найти это самое то самое древнее русское право вы знаете вот эти все основные постулаты они идут начиная с чрезвычайных госактов это нужно читать вот как я рекомендовал Андрея Петрович девятого слушать на скорости 1.75 вот это нужно читать именно находясь в определенном состоянии вот тогда вы их увидите эти постулаты но если мы это дело сейчас обнародуем то вот исходя из вчерашнего диалога на в чате то у нас очень много друзей появится понимаете вот поэтому показать вам сейчас вот пальцем это мы не можем для этого нужно во-первых время во-вторых обстоятельства в-третьих определенная степень познания и уполномоченные на то лица вот когда все эти факторы сойдутся вы это все получите но если хотите сейчас то можете изучать госакты или разъяснение по ЦК КПСС по союзным республикам на канале правосудие.мир блог Татьяны Волковой или в госактах как таковых вот это все проскальзывает там и про копное право там и про трубное право там не про общины там про русское право понимаете это две разные вещи община это тупик это отречение от мира отречение от всего но у нас общины как-то странным образом коррелируется с кибуцами понимаете то есть люди не понимают что такое община они думают что вот сейчас нам дадут комбайны трактора и золото и мы пойдем куда-то это самое в лесу жить чтобы нас никто не трогал а торговать вы с кем будете захочется я думаю да а как же маникюр ваших племянниц они на 20 минут останутся без вай-фая и все ваша община кончилась а что вы будете с золотом делать вашим родовым золотом в вашей общине что вы будете делать шапочки золотые шить так что ребята это разные вещи поэтому исходя из понимания подхода к этому вопросу мы его даем вот именно частями порционально даем в госактах кто сведущ у кого открылось тот увидит кто не подготовился кто хочет изучить этот вопрос начинайте изучать госакты у вас будет база и вы подойдете уже к тому периоду к тем срокам к тем условиям уже имея достаточную базу может быть вы и будете впоследствии давать эту информацию в виде уполномоченного в виде получившего допуски определенные или пройдя определенную школу для этого понимания для этого расшифрования поэтому все в ваших руках все зависит от вас дальше идем 39 вопрос мы с яицкой так непонятно что так вопрос я правильно понял что ввод войск в Афганистан не считается началом войны по той причине что случился после 77 года нет немножко не так введение войск на территорию сопредельную считается только тогда когда там присутствует штаб там присутствует командир и там присутствует определенная система управления наши будем так говорить командующие сделали хитрость то есть по международным документам они войска ввели но ввели по хитрому поэтому предъявить завод в Афганистан нашему руководству и нашему генералитету не черву мы выполнили свою божественную миссию мы дали афганскому народу то что он никогда не мог бы получить от своих изглевших партнеров там же насколько я помню я могу ошибаться сам типа афганское правительство попросило о помощи совершенно верно там очень много нюансов это еще 50 лет можно подождать чтобы узнать что там было читаю 40 вопрос Ксения Смирнова а Пелехова тоже про эти госакты говорит ей можно доверять ну если мое мнение то нужно спросить у Ирины Вячеславовны является ли она официальным рупором центрального комитета коммунистической партии большевистской платформы вот задайте вопрос в эфир и получите ответ я так понял неуполномоченный да я не могу знать я же не Ирина Вячеславовна поэтому вопрос это ясно 41 вопрос Светлана Серебренникова вот интересно как заявлять статус человека в суде если судов как выясняется нет ну как заявлять они в эту игру играют вы можете подыграть но человек в суверен суды не ходит вот нас например супругой притащили в суд мы заявились и у товарища подломились коленки что мы такого сказали мы задали три вопроса плюс два в нагрузку все человек чуть сознание не потерял в черной мантии все сказали выведите их отсюда к чертовой матери я говорю не выведите а я закрываю судебное заседание и прошу партнера покинуть палубу корабля я я я я ну все понятно потерял сознание и супруга точно так же заявила все даже дело не возбуждали нету этого дела природнее существует никогда подробности можно узнать могу позадавать вопросы запросто традиционный вопрос аудио видео есть ничего нету мы просто выехали на 15 минут в магазин по-быстрому потому что уже закрывается весь день протрудились ничего с собой не взяли абсолютно даже ребенка дома закрыли сиди поставь чайник сейчас сейчас подъедем республика беларусь что за дело оденьте маски мы без масок не обслуживаем я говорю ну я вижу что вы маска и у меня к вам претензий нет мы без масок не обслуживаем я говорю вы русский язык понимаете я вижу что вы в маске я не принуждаю вас снять маску мы без масок не обслуживаем я говорю девушка так ясно пошли к соседней кассе начали выгружать продукты из тележки мы без масок не обслуживаем я говорю девушка ну позовите тогда администратора будем разбираться а я сейчас милицию вызову ну давайте милицию вот и все и понеслось да тут террористы тут они взорвать хотят все там срочно я говорю а что вы ужете почему вы ужете вот видеокамера все пишет вот ваша охрана евроопта почему ничего не предпринимают ясно такая практика и в россии существует и многие прошли этот путь и многие протокола и не доходили даже до так называемых судов с помощью определенных надписей и вот постоянно мне звонят сообщают что цфб работает да ну там работали наши суверенные документы потому что когда это проверили те которые имеют право действовать без доверенности они же сразу вошли в гис это же не простое заявление что я вот там туда я вот суверен иди суверен отсюда сопли подотри ну вот они же сразу полезли в гис и в гисе увидели определенные вещи и сказали все что связано с этой фамилией ни одного документа ни одной видеозаписи уничтожить все чтобы не дай бог а вы обе дуры сюда мы вместе посмеемся над этими цветными бумажками и вот они прилетели в Минский областной суд со смехом а вылетели оттуда как две пробки из бутылки и начали подчищать даже прокуратура все не никогда не было ничего не знаем так вопрос 42 Галина Чумак спрашивает здравствуйте какие первые действия предпринимателей для становления с головы на ноги себя и своего бизнеса видишь как человек за свой кошелек это переживает ну потому что человек наверное кормит семью и это у него единственный источник дохода здесь его за это как говорится винить нельзя но пожулить можно вопрос первый с какой целью интересуетесь как правильно Антон сказал вот вопрос второй для каких целей это уже другой вопрос для каких целей то есть если у вас стоит чисто не платить налоги показывать всем фигу в Российской Федерации это одно а другое дело будить людей тех которые приходят в магазин видят футболку с надписью определенной тематики или рассказывать что такое государственный акт для чего он существует это совсем другое поэтому если вы внимательно прочтете вот эти вот документы опять же возвращаюсь их немного 4 чрезвычайных и 13 обязательных так что изучайте там найдете все ответы на свои вопросы и про 2004 год и про 2008 и про 2012 вот вас именно реперными точками вас ориентируют вот ищите все что связано с этими годами и узнаете кто вы для чего вы и зачем вы 43 вопрос Ирина Рода Антоновых спрашивает у меня дочери 14 наверное лет будет и что делать как вводить ее в систему или нет что делать ну это очень сложный выбор я могу рассказать о том что сделали мы потому что у нас примерно такого же возраста был случай ребенок но этот ребенок 3 года вот учился в 9 классе результатом было наученный район наученный город смененные администрации смененные прокуратуры иногда почти весь состав но результат аттестат зрелости и непогашенные права поэтому если вы в состоянии вести такую войну потому что по другому это не назовешь когда против тебя ополчилась вся административная машина города или района вот это очень тяжело это выдержать если у вас нету сочувствующих если у вас нет друзей если у вас нету единомышленников вот это один вопрос а другой вопрос это вот да пойти по пути канала просвещения в котором изложена вся информация но эта информация грубо говоря не для издевательства над собой не для личного жертвоприношения или для мазохизма а именно юридически значимые действия по поводу ребенка 14 лет и не только 14 лет там разные возраста указаны поэтому обращайтесь к каналу просвещения там 40 с лишним алгоритмом разработанных нами пройденных нами испытанных на своей шкуре и будете знать все это глубокий вопрос разбирайтесь вопросы будут задавать и там больше 40 активистов админов вот они вам дадут подробнейшее разъяснение по каждому вопросу но опять же с какой целью вы этим интересуетесь чтобы решить только свой вопрос ну будет туго чтобы помочь окружающим и обществу будет легко 44 вопрос Андрей Д спрашивает удалось хоть кому-то вернуть изъятый незаконно советский паспорт при замене бланков паспорта СССР на бланк РФ есть ли способ его вернуть или это бесполезная затея и стоит ли вообще ликвидировать низшую римскую личность гражданина и переходить в статус живых мужчин и женщин со всеми правами ну во-первых прочитайте госсарт за март месяц от всего года это в апреле он вышел там будет разъяснено и про ленинградское морское пароходство в котором будет в разъяснении будет указано что бессмысленно возвращать паспорта вот сейчас мы возвращаем активы которые были приложены к этому паспорту это вот то что касается низкой низшей римской личности вот на этой низшей римской личности висело ни много ни мало около 14 тонн золота поэтому это ваше родовое золото поэтому если вы отказываетесь от родов то пожалуйста мы можем вас не возвращать оттуда вот а переходить в статус живых мужчин и женщин со всеми правами я вам не рекомендую потому что по 1899 году или трасту германский рих живые все кто называются просто живыми мужчинами и женщинами сразу попадают в статус мертвых мертворожденных ущемленных в правах а мы заявляем что с 1991 года все граждане Советского Союза являются суверенами суверен мертвый не может быть вот поэтому изучая вот эти две разные направленности можно прийти к выводу почему это делать нельзя но прийти к выводу основательно вот например новый госакт от июня за июнь вернее новый госакт который вышел вчера вот статья третья последняя строчка вот там четко и ясно написано прямо вот прямо аж в лоб кто себя называет живым мужчиной и женщиной является рабом римской курии мертворожденным ущемленным в правах хотя хотя термин гражданин советского союза это или человек с гражданством сср это или советский человек это суверен с полными правами живой человек или живой мужчина это отдельно не существует если это отдельно значит это третий германский рейх автоматом 1899 год если это вкупе тогда это уже акт о рождении форма 4 в которой прописано что живой мальчик живая девочка но не прописано что живой мужчина или женщина вот поэтому это тоже нужно учитывать вот все вот эти разности и противоречия это тема во-первых второй нашей беседы я думаю после ответов на вопросы как основной вот но для вас если вы задали этот вопрос я отвечаю что изучайте мартовский госакт изучайте вообще все госакты включайтесь в общий чат единомышленников задавайте вопросы после изучения и вам будет понятно почему это нельзя делать 45 вопрос Бил Бим спрашивает Антон просьба у меня к тебе спроси Тимура где не надо ставить росписи или под принуждением ставить когда буду получать временное удостоверение лица безгражданства ИР и как нужно расписываться в этом удостоверении потому что там нужно два раза расписываться Ну уважаемые Били Бом отвечаю есть алгоритм на канале просвещения называется действие советского человека в 21 году там есть по новому по новой инструкции МВД как получать паспорт где расписываться там по каждому пункту вот берется первый пункт как он заполняется второй и пошло и пошло и пошло там все четко там вот именно со всеми нюансами почему туда нельзя почему сюда нельзя вправо влево нельзя почему нужно так прописать почему нужно добиваться этого почему нужно составить протокол под ответственное хранение если они принимают почему ответы на все почему и это здорово потому что я давно ждал что рано или поздно появятся подобные каналы с подобным поведением, как у меня. То есть я стараюсь делать инструкции, полностью рассматривать вопрос, прикреплять образцы, инструкции, шаг влево, шаг вправо, ответы на вопросы. То есть готовая конфетка в полном развороте, как говорится. Так, 46-й. Ну, я хочу отдать тебе должное. То, что ты вот это, во-первых, разрабатываешь сам. А во-вторых, сейчас вот получив теорию, ты к этому подключишь свой богатый опыт того, что ты уже сделал. И ты представляешь, насколько будут основательны эти инструкции. Представляешь? Вот если совместить практику твою и теорию нашу, которая под любое действие имеет алгоритм. И если мы сейчас вот соберем, вот с помощью, вот, например, сегодняшнего призыва, соберем всех тех, которые добились успеха в банковской сфере, в судебной сфере, используя наши алгоритмы, но со своей практикой, или совместив вот это мероприятие, вы представляете, какая это будет атомная масса. Это же клава. Это же самая выжимка, самый цинус вот этого всего мероприятия. Я тебе скажу, что на канале просвещения единственное, что не хватает, это вот как раз-таки практики, что вот человек пошёл с афидевитом, сказал, вот у меня есть такой афидевит, вот я уже, по идее, должен быть в ГИСе, вот я захожу в суд, так называемый, вот такое-то дело, вот оно на сайте, вот такие-то предъявы, вот он, копия протокола, вот я зашёл, вот аудиозапись, вот видео, вот я так-то сделал, вот так-то сказал. Вот такая-то реакция этой чёрной мантии, в итоге через неделю, через две скриншоты с сайта, что было дело, потом оно пропало, короче, никаких претензий, на ФССП пусто. Вот такая практика нужна, показательная. Антон, я тебе хочу уверить в том, что этой практики больше, чем достаточно. Но, большая благодарность системе YouTube и другим социальным сетям, которая вводит ограничения на такие ролики. Я тебе могу сказать, что мы три раза запускали, под разными именами, меняли тематику, запикивали, затыкивали, ну, в общем, просто блокируют и всё. Невозможно выйти в систему. Против нас такая сила работает, которая в этом деле понимает. Которая слышала слова Грефа. И если это быдло проснётся, им невозможно будет управлять. Так что вот так, ребята. Поэтому и предлагаю партизанским методам. Шу-шу-шу-шу-шу. Вот как у тебя первый эпизод прошёлся, ты в цель вбивай. Сейчас уже, видишь, что банят, каким способом. Оказывается, нужно писать сначала бивай, потом ставить рощерк. Сверху этого рощерка ставят цф, а р вообще маленьким писать. То есть, чушь полнейшая. И это выдаётся за правду. Видите, да, вот-вот-вот нагнетается. Понимаешь? Вот такая вот идёт информационная война. Я вчера пробовал в чате добиться. Нет, безрезультатно. Вот нам сказали и всё. Вот нам вбили в башку. Говоришь, ребята, мы авторы этого мероприятия. Мы отцы вот этих методик. Ну, почему вы спорите? Почему вы... Нет, что-то. Ни в коем случае. Ну, ни в коем случае, значит, глухие. Что я сделал? Натыкайтесь. Я тебе скажу, почему идёт сопротивление, почему народ ведётся на всё это. Потому что, во-первых, народ привык доверять с первого слова то, что скажут. А те, кто не привык или хотя бы кому-то говоришь, а ты проверил, то тут возникает информационная пустота. То есть, не хватает практических примеров, видео. И вот почему со мной... На меня уже начинает выходить и говорить, что а ты слышал, там сказали, что это не работает, то не работает, это не работает. Я говорю, слышали. Я говорю, а кто это сказал? Фамилиями отчества там? Кто такой? Обратная связь есть. Чем доказано? Какие мотивы? И всё остальное ничем не могут... То есть, аргументов ноль. Я говорю, а у меня всё на бумаге, всё на видео, всё на аудио. Такие-то, такие-то примеры, многочисленные видео. Пожалуйста, сплошная доказательная база. Поэтому я ещё раз говорю, научитесь. Почему, я не знаю, почему мои ролики не блокируют. Хоть как-то, хоть где-то. Иногда происходят какие-то коллизии. Но в основном контент я стараюсь делать так, что почему я вот эти все... Меня спрашивают, зачем ты запикиваешь? Зачем ты там умалчиваешь или какие-то фразы? А я специально это делаю, чтобы избежать вот таких опасных моментов, чтобы я готов пожертвовать частью информации, чтобы донести главную мысль. Но именно на практике. Я это показываю. Ну, и опять же хочу здесь вот обратиться к товарищам из спецслужб. Ребята, вы когда отправляете компрометирующие ролики в виде некоторых дам, которые всю жизнь проработали в каких-то там паспортных столах или под этими столами, которые там делают определённые заявления, вы обратите внимание своих отделов по борьбе с экстремизмом на действия вот этих дам, потому что очень грубая подделка, очень грубая переориентация, очень, знаете, топорно сделанный ролик, потому что любой здравомыслящий работник таких же столов, как она говорит, я не говорю, что отделов МВД, они прекрасно понимают фальшь, но вас слушают миллионы, и каждый из прослушавших покаранных душ, которые вы отправили не по пути, это вернётся вам, вашим здоровьем, вашим родственникам, начнёт бить по детям, начнёте бегать по больницам. Ребята, вспомните, что вот эти все мероприятия наказуемы всевышним. Не надо этого делать. А товарищи из спецслужб, укоротите язычок вашему топорному сотруднику, который не понимает, что происходит, и начинает примешивать сюда межэтническую рознь, межнациональную рознь. И ребятам из этих национальностей тоже обращаюсь, послушайте ролик про всевидящего, всесведущего работника паспортного стола. Примите меры, в конце-то концов. Что же это такое? Мы одни должны акцентировать на этом внимание? Или вы должны ждать команды? Или у вас ничего внутри не просыпается? Вы же, наверное, советские граждане, должны же понимать зло от добра. Я примерно понимаю, о чём ты говоришь, и о ком. А когда я впервые услышал это аудио, где-то недели две назад, у меня первый вопрос закрался. Да как так, бывший работник паспортного стола и позволять себе вот такие вещи говорить? Насколько мне известно, у них пожизненная подписка о неразглашении. Тем более она... В том-то и дело. Да, тем более она имя, фамилию называет, спокойно разговаривает. А когда её спросили, а как там что-то про роспись в загранпаспорте у неё или ещё кого-то, я не помню. Она сказала, что я не помню. Как это ты не помнишь? Ты всю жизнь проработал в паспортном столе и не помнишь, что у тебя в загранпаспорте расписалось-то или нет? У тебя тысячи прошли через твои руки, и ты сверяла правильно заполнение документа. Ну, самый первый вопрос – это про подписку о неразглашении. По идее, ну... Если она это рассказывает, значит, ей это позволили рассказать. Само собой. Поэтому я обращаюсь к вашей коллеге. Я же всё целенаправленно засветил товарища. Сорок шестой вопрос. Николай Жабок Рицкий. Благодарю вас и ваши рода за информацию. Я сделал запрос в консульство России в Украине, в Министерство закордонных справ Украины. Признают ли они госакты СССР? Прошло 32 дня, ответа нет. Значит, поняли, что я на правильном пути? Совершенно верно, Николай. Совершенно верно. Я вас больше уверю в своей правоте, вас именно. Прочитайте ещё раз последнюю страницу любой преамбулы госакту и последней страницы самого госакта. Но я вам скажу, что 73 посольства мира оповещаются в тот же момент, когда идёт публикация. То есть, они это принимают как официальный документ. Они об этом знают. Так что всё, что прописано в госактах, это прописано на международном юридическом пространстве. Украина туда входит. Не помню, был тут вопрос или нет, звучал ли. Ну, в общем, где-то был такой вопрос. А кто пишет эти госакты? Команда. Короткий и ёмкий ответ. Благодарствую. Так, 47-й. Я понимаю, что дальше не будет этих комментариев. И понимаю, почему. Так, 47 вопрос. Ирина Глушак. Где находятся метрические книги и как проверить, в какую занесён человек? Нужно ли человеку, рождённому с 1940-го по 2015-й год искать метрические книги? Почему только до 2015-го года, а дальше рождённые в суверенный не входят? Ну, я вам скажу, что до 2015-го тоже не все входят в суверенную. Там есть определённая категория. Для этого, чтобы в этом разобраться, вот просто составьте таблицу по госакту за январь 2021-го года. За январь. Не, он вышел в феврале. 19-го февраля. Вот составьте себе эту таблицу, будет всё понятно. Если для вас это проблематично, значит, заходите в общий чат единомышленников, задаёте вопрос, и вам там разложат по полочкам, если разберётесь. Вы в одном вопросе задали такую тему, которая на протяжении двух лет проводится. Поэтому сейчас, извините, 730 дней в сапогах вам за каждый день я не смогу это всё рассказать. Поэтому я вас ориентировал, в каком направлении показал, где и как, показал, какими путями выбор за вами. 49-й вопрос, Влад Кот. Ну вот объясните мне, кто-нибудь, как может быть суверен гражданином, ограждённым в фравах? Это что-то вроде «стой там, иди сюда». Ну, это знакомый товарищ, мы когда-то с ним пересекались. Очень такой настоящий казак. Ну, вижу, что темперамента у него не поубавилось. Но хочу сказать следующее. «Суверен» или, повторюсь, опять же, «советский человек». Вот там вот кто-то написал, что Сталин такого не говорил, что не было там, вот он грузин там туда. Ребята, ну, я вас умоляю, не цепляйтесь к словам. Найдите первоисточник, позвоните товарищу Сталину и спросите, как он говорил. Поэтому здесь повторюсь. «Советский человек». Титул не погоняло, не кликуха, а титул. Который в себе подразумевает, в составляющие части туда входит в этот титул гражданин, огороженный в правах, физлицо, вообще лишённое прав, человек с полными правами, князь – это не военный термин, гражданский термин, конечно, бенефициар – это экономический термин в качестве аудитора, потому что епископ церкви – это аудитор. Никакой не протестантской, католической, не православной, а церкви как фонда, понимаете? Ну вот я вам и объясняю, что суверен – это титул, состоящий из вот этих всех составляющих. Поэтому если вы говорите «гражданин», будучи сувереном, значит, вы забираете все полномочия гражданина под себя. Если вы говорите «физлицо», бывают такие ситуации, забирайте под себя. Если вы говорите «князь», забирайте под себя, потому что вы конечный бенефициар и выгодоприобретатель от титула. Советский человек или советский гражданин, или человек с полными правами, или суверен с полными правами. Вот в чём смысл. Это не означает, что вам на лоб прилепили – живой мужчина, и я пошёл. Всё, нету такого. Это составные части, это гораздо глубже смысл для понимания, чем вы думаете. Госакты так и не прочитали, ни разу. Прочитайте. Там гораздо глубже дано это всё. Ещё раз повторюсь. Январский госакт с первой статьи по хотя бы 132-й. Там всё рассказано. Так, сейчас мы доберёмся до госактов. Это последний вопрос будет, ещё два осталось. Так, 50-й. Аз есть, здравие. Как с Тимуром связаться? Какие-то контакты можешь дать? Как с тобой связаться? Потому что народ хочет, многие хотят напрямую связываться. Без проблем. Только лучше сначала давайте зайдём через канал просвещения, вы получите определённую информацию, чтобы у нас вопросы не сходились к тому, чтобы одно и то же. Талдыча. Это во-первых. Во-вторых. Все, кто хотят связаться, Антон, я тебя попрошу, пожалуйста, или свяжу с нашим колл-центром, с ребятами, или с активистами свяжу, давай создадим один канал, на котором люди зададут вопросы, мы пообщаемся или создадим конференцию. Или ты создай конференцию, мы пообщаемся. Хочешь под запись, хочешь без запись. Вот, пожалуйста. Потому что народу действительно очень много. И аудитория разношерстная. Там от агрессии до благословений. Поэтому лучше, Антон, я тебя попрошу, или связаться, или сам сделать. Я могу посоветовать только такой вариант, который бы я сам выбрал. Для таких случаев указывается пост, просто создается отдельный почтовый ящик и все вопросы туда. А дальше вы с этими вопросами, либо вы их будете там отдельно в телеграм-канале где-то публиковать, либо составлять список и вот так же под видео отвечать на эти вопросы. Либо там кто-то будет скидывать свои контакты, ну, опять же, если мне просто присылают контакты, Антон, перезвони мне, я даже не читаю. А вот если человек коротко, чётко, ясно, строго по делу описывает, что у меня такая-то ситуация, нужно связаться, вот мои контакты, готов там общаться коротко, много времени не займу, и срочно нужна, требуется помощь. Ну, я таким людям отвечаю и принимаю звонки. Вот, поэтому, ну, ваш выход, я вижу, это именно создание почтового ящика, чтобы вам не напряжено было, а вы тем самым получите обратную связь. Ну, Антон, я, во-первых, против данного мероприятия по нескольким причинам. Для обработки всей этой информации нужно время, нужен человек, нужны обстоятельства. Ничего этого не имею вообще, даже близко. Если говорить про почту или про какой-то почтовый ящик, на это есть сугубо определенные причины, связанные с национальной безопасностью. Поэтому обладаю определенными навыками, определенными системами, но больше ничего сделать не могу. Вот тот вариант, который я предложил, для меня наиболее оптимальный. Раз-два. Если выключишь сейчас запись, я тебе скажу, чего это касается. Не-не-не, мне все ясно, можешь ничего мне не пояснять. Вопрос в другом. Давай тогда сделаем так. Отдельно по этому вопросу пообщаемся. И если будут какие-то, ну, придем к какому-то решению, то есть, хоть какие-то контакты, то я их размещу под видео просто. И все. Либо, если не будет контактов, пускай задают вопросы в комментариях под видео. Здесь, либо на канале просвещения. Вот и все. Ну, там, понимаешь как, вот я почему не вычислил твое СМС-сообщение, потому что оно улетело туда вниз аж неизвестно куда. Понимаешь? И вот я сегодня пришел к выводу, что проще создать определенный канал, например, Сургутнадзор ответы на вопросы. Что-то такое. Или созвониться с нашими ребятами в канал просвещения ответы на вопросы. Вот. И туда ребят просто подключать, давать им ссылку с этого канала. Они туда заходят, я уже, как говорится, системно вижу вот этот вот канал. Я уже знаю, что там кто-то что-то написал, и я отвечаю уже системно. Потому что если пойдут вот таким образом, у меня просто, я же говорю, разрыв шаблона произойдет. Я не найду их просто в этой куче. Сейчас вот я выключил телефон, отключил оповещение, все равно бам-бам-бам-бам-бам, ты слышишь, идет на записи, что... Так у меня то же самое, вон, ой, уже тут сколько пропущенных вызовов. То же самое, я говорю, я сам не знаю, как это все урегулировать, но стараюсь трубку брать. Так, ну ладно, этот вопрос отдельно обсудим, потом решение озвучим. Это надо, говорится, подумать. Так, читаем дальше. Последний вопрос. 51-й Дмитрий Николаевич спрашивает или утверждает. Гражданин СССР – это физлицо. Гражданин СССР – это бегемот. Физлицо – это жираф. Вот когда вы мне покажете жирафа скрещенного с бегемотом, вот тогда будете утверждать. Насколько мне известно, по-моему, Михаил Почукаев поднимал какой-то документ, что-то там 63-го года, и там прямо прописано, что гражданин – это физлицо. Именно какой-то советский документ. Вот смотри, весь прикол в том, что во всем советском законодательстве всего советского периода физлицом признавалось именно то лицо, которое прибыло в любой порт назначения Советского Союза. Все. Вот любой, кто приходил в качестве экипажа какого-то судна, военно-морского, торгового или рыболовецкого, он, сходя на берег СССР, в порт СССР, он становился физлицом. Вот этот закон касается вот этого. Граждан СССР это никогда не касалось, это была всегда составляющая часть в плане получения бенефициариев, которыми распоряжалось государство. Потому, что гражданин, он получал все – бесплатное образование, питание и все такое. Он не мог быть физлицом. Он имел права. Это изоблуждение, введенное в мозг. Он имел право на труд, право на жизнь, право на получение образования, медицинского обеспечения. Он имел все права. А как же это физлицо? Это вы сами себе противоречите. Так не бывает. Вы забыли Советский Союз. Такого не было. Раз-два. 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 Так. Я пчелся. А? Я пчелся. Да я же, чтобы эхо погасить, чтобы его потом легче. Ну да, ты рэпера ставишь, я понимаю. Да-да-да. Так, ну вот и все вопросы на все ответили. Я выбирал сам специально после 25-го, что ли, по 51-й, из-под двух видеороликов. Значит, ждем от зрителей новые вопросы под видеороликами, тоже будем озвучивать, но, наверное, чуть позже. Следующую встречу, наверное, запланируем, будем про процедуру оживления общаться? Так точно. Вопрос назрел. Добро. Тогда у меня вопрос по госактам. Ты говорил, их 4 чрезвычайных и 13 простых. Где их все в одном месте взять, чтобы я их приложил к ролику, чтобы все могли прочитать? Ссылка на канал правосудия.нет. Официальный канал опубликования всех государственных актов, начиная с первых чрезвычайных разъяснений АЦК КПСС. Все находится в архиве. Раз, два. Обновляется. ИСИД сегодня проверял. Все работает. Ссылка на канал правосудия.нет. Раз, два. А можно это как-то вытащить? Я смогу сам вытащить и потом приложить к видео? Конечно. Конечно. Но только это нужно полазиться часа полтора-два. Потому, что архив нужно просматривать. Мне времени для всеобщего блага не жалко. Здорово. Здорово. Как у булганков. Добрый ты человек. Понтий Пилат. Все добрый. Ты что, не знал? Так я и говорю, как у булгакова. Я же знаю, о чем я говорю. Ты ничего не попутал? Ты говоришь с бенефтаром персоны булгакова. Так вот я и говорю. Я же говорю, как у булгакова. Я не знаю, заключительное слово, может, скажешь для всех? Заключительное слово сегодняшнего разговора. Хочу еще раз поблагодарить всех подписчиков канала «Соргутнадзор». Обращайтесь к мнению этого человека. Пользуйтесь трудами этого человека. Пользуйтесь информацией той, которую мы даем на канале. Мы стараемся для вас, трудимся для вас. Мы это все испытали, прошли. Мы отцы этих мероприятий. Мы их разрабатывали специально для того, чтобы вы не испытывали трудностей. Это во-первых. Во-вторых, хочу обратиться к тем, кто испытывает какую-то неприязнь к тому, что мы делаем или к тому, что мы говорим. Ребята, низкие вибрации остаются в прошлом. Как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались ублажить свою лень, вам все равно придется или подняться на ступеньку высоких вибраций, или остаться в прошлом. Поэтому выбор за вами или с нами идти в будущее, в светлое будущее. Именно мечтать, творить, понимать, выполнять божественную миссию на Земле или остаться в небытие. Поэтому еще раз благодарю всех подписчиков канала Сургутнадзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю Антона за выделенное время во благо народа. Благодарю наших, можно сказать, кураторов, наших светлых воинов за то, что они ведут нас в направлении любви, добра и света. До новых встреч. Благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok